Добрый день, уважаемые члены Президиума! Мы представляем вам работу клинические особенности синдрома энтерита у детей. Актуальность проблемы. Заболевания тонкого кишечника занимают значимое место среди всей патологии желудочно-кишечного тракта и являются тем патологическим состоянием, которое ухудшает качество жизни детского населения и может привести к инвалидизации. Целиакия, согласно федеральным клиническим рекомендациям, встречается примерно у 1% людей, а частота аллергического энтерита у детей первых трех лет жизни составляет 6-8%. Несмотря на то, что проблемы заболеваний тонкого кишечника чрезвычайно актуальны, в настоящее время в литературных источниках отсутствуют данные об исследованиях особенностей синдрома энтерита в зависимости от причин развития заболевания и неопределены специфические особенности факторов риска развития заболеваний тонкого кишечника в зависимости от этиологии. Развитие патологического процесса в тонком кишечнике вызывают как гетерогенные этиологические факторы инфекционного, так и неинфекционного генеза. Но независимо от третьего патогенетических механизмов развития, базовым в клинической картине заболеваний тонкого кишечника является неспецифический клинико-лабораторный синдром энтерита. Цели и задачи нашего исследования представлены на слайде. В соответствии с поставленными целью и задачами проведено ретроспективное исследование заболеваний 116 пациентов. На основании результатов анализа медицинской документации составлены и обработаны 116 оригинальных статистических карт, которые использовались для получения результатов исследования в процессе статистической обработки. Статистическая обработка проводилась в программе «Статистика-6». Градацию корреляции и уровень достоверности вы можете видеть на слайде. Перейдем к результатам исследования. Структура синдрома энтерита распределилась следующим образом. Преобладает аллергический энтерит, который наблюдается в 38% случаев. Целиакия встречается в 24%. На третьем месте постинфекционный энтерит. Первичная лактазная недостаточность, в свою очередь, отмечается у 9% больных. Целиакии в сочетании с вторичной лактазной недостаточностью, врожденные пороки развития и паразитарной инвазии распределились следующим образом. Пищевая аллергия выявлена у 51 пациента с хроническими энтеритами, а лекарственная у 17 пациентов. Среди пищевых аллергенов у наших пациентов первое место занимает белок коровьего молока, второе – бобовое, затем следует яйцо и пшеница. В ходе исследования установлено, что пациенты с первичной лактазной недостаточностью имеют такое сопутствующее заболевание, как энцефалопатия, достоверно чаще, чем больные другими формами энтерита. Дисплазия соединительной ткани, в свою очередь, достоверно чаще наблюдается у больных с врожденными пороками развития. При анализе факторов риска развития хронических энтеритов выявлено, что течение беременности матерей пациентов было осложнено или протекало на фоне хронических заболеваний. В ходе исследования выявлена прямая зависимость средней силы между наличием энтерита и хронической внутриутробной гипоксией плода, а также между наличием энтерита и таким осложнением беременности, как гистоз. Кроме того, прямая статистически значимая зависимость показывает, что с увеличением возраста матери увеличивается частота возникновения хронических энтеритов у ребенка. Какие же факторы способствуют развитию энтеритов? Дебют целиакии в большинстве случаев спровоцирован ранним в 3-4 месяца введением прикорма, содержащим глиадин. В 25% случаев симптомы наблюдаются с рождения, переводные искусственные вскармливания и перенесенная острая кишечная инфекция занимают незначительную долю среди причин манифестации целиакии. Первичная лактазная недостаточность в 45% случаев отмечается с рождения, а в 45,5% случаев после перевода ребенка на искусственные вскармливания. Стоит отметить, что введение прикорма, содержащего глютеновые каши, творог, яичный желток, фруктовый сок и пюре занимает лидирующее место среди причин, вызвавших аллергический энтерит. В свою очередь антибиотикотерапия предшествовала дебюту энтерита в 11% случаев. Рассмотрим клинические особенности энтерита в зависимости от этиологии. Клиническую основу пациентов всех возрастных групп целиакии составили задержка роста и плохая прибавка в весе, учащенный, обильный, светлый, пенистый стул с непереваренными включениями, Метеоризм. Реже наблюдали запоры, а у некоторых детей отмечается неустойчивый стул, характеризующийся чередованием кашицеобразного жидкого и оформленного стула с различной временной протяженностью. В отличие от целиакии, основу клиники первичной лактазной недостаточности составили кашицеобразный стул светло-желтого цвета с кислым запахом, боли в эпигастральной области и плохой аппетит. Нормализация стула происходит при соблюдении безмолочной диеты, тогда как при нарушении диеты неустойчивый характер стула усугубляется. Аллергические эндериты характеризуются наличием ассоциированной аллергической патологии, такой как атопический дерматит, полиноз, лекарственная аллергия. Больные предъявляют жалобы на боль в эпигастре, неустойчивый характер стула, тошноту. В лабораторных изменениях у пациентов, страдающих аллергическим эндеритом, стоит отметить эозинофилию и повышение иммуноглобулина Е. У больных целиакии обращают внимание на себя повышение АЛТ и АСТ, селективный иммунодефицит иммуноглобулином G и А и изменения в КО-программе. В КО-программе больных целиакии у 55% отмечаются изменения, представленные на слайде. На основании полученных анамнестических и клинико-лабораторных особенностей синдрома эндерита планируется разработка диагностического алгоритма синдрома эндерита в практике педиатра. Перейдем к выводам. В результате исследования установлено, что лидирующее место среди хронических эндеритов занимает аллергический эндерит, на втором месте целиакия, а на третьем – постинфекционный эндерит. Среди факторов, отягощающих антинатальный период и являющихся фактором риска развития хронического эндерита, необходимо отметить гистос, хроническую внутриутробную гипоксию плода, угрозу прерывания беременности и многомудия. Несмотря на незначительные особенности факторов риска развития эндеритов, можно выделить наиболее часто встречающиеся, к которым относятся ранние введения прикорма, перевод на искусственное вскармливание, перенесенные острые кишечные инфекции и ОРВИ, антибиотикотерапии и операции на желудочно-кишечном тракте. Неспецифический синдром эндерита чаще проявляется задержкой роста, плохой прибавкой в весе, а также неустойчивым стулом, метеоризмом, болями в эпигастральной области. Лабораторные изменения больных эндеритом в зависимости от его этиологии могут включать в себя электролитные нарушения в биохимическом анализе крови, изменения в КО-программе, признаки дисбактериоза, повышение антител к тканево-трансглутаминазе, картину суботрофического туаденита по результатам ФДДС при целиакии, и повышение иммуноглобулинов Е к пищевым аллергенам и озенофилии при аллергическом эндерите. При первичной лактазной недостаточности может наблюдаться положительный тест на первичную лактазную недостаточность. Спасибо за внимание.